Такую провокацию, чтобы у него внутри еще включилось больше. Не, лучше это не случай чего. Вы тогда лучше сказали бы мне, что я тогда... Я просто слышал, знаете, у одного специалиста, простите, что я вам тут совету даю. Это детская клиника. Детская клиника. И нам нужно... Здравствуйте, вы позвонили в детскую клинику. Разговоры записываются. Записать ребенка на что, например? К педиатру. О, классика. Сокрепедиатр, правильно? А у вас есть годовая подписка на справки в детские садики в школу? Так, не хочется ездить, понимаете? На принтере тоже отпечаток не хочется. Алло, добрый день. Да, слушаю. Скажите, а к педиатру можно ребенка записать? На западную хотели записаться? Ну, можно, да. Какой филиал рассматриваете? Александр, как западный. Вот, который западный. На западную. Одну минуту. Расписание открывается. Как могу я к вам обратиться? Владимир. Владимир, очень приятно. Ребенок погулял у вас? Или вы хотели планово показать? А, хотел просто показать ребенка. Познакомить. Вообще, хочется к вам... У вас есть абонемент на показ ребенка на год? Ну, к этому программу хотите приобрести, да? Ну, у меня что-то знакомое рассказало. Что-то такое у вас есть. Что-то непонятное такое. Я вот хотел узнать. Да, скажите, Владимир, ребенок только родился? Или уже определенный... Не, уже в школу ходит. Ну, родился до этого. Ну, сейчас ему какой возраст? Не оцениваешь его тогда. А сейчас семь с половиной, да. Семь с половиной, да? Ну, именно абонемента у нас, ну, как бы, до пяти лет. Пять лет исключительно. Для взрослых, то есть, такое же наблюдение такого стационального не нужно. Ну, может, у нас в клинике наблюдаться, либо диспансеризацию по возрасту пойти. Ага. Это пока, коллеги, как раз... Школьник у нас есть. Вы тут штукой на соцсети можете перейти пока параллельно. Понял. Понял. А сколько стоит такое абонентское обслуживание, так, чтобы знать? Федиатр. Ну, вы имеете в виду, диспансеризация, это прям не абонент... В консенсативный прием доктора будет две тысячи рублей. Ага. Ага. А вот скажите, даже у нее, например, вот действительно часто звонят, здравствуйте, записаться, сколько времени, сколько стоит. Ладно, спасибо. Есть разлитый бензин, есть клиенты, которые отваливаются? Ну, гляды. Вот я сейчас скажу, например... А что, что, черт? Мальчик, девочка? Мальчик или девочка? И мальчик, и девочка. Но сейчас мы говорим про мальчика. Ага. Вот если взять диспансеризацию по возрасту, в семье, это будет шестнадцать, из четыреста семьдесят. Понял. Это все, что необходимо, ребенку пройти по возрасту. Все, понял, понял. Ясно, ясно. Ладно, спасибо большое. Подобрать вам окошко на завтра? Записать вас? Молодец. Молодец. Веб-встреча. Она на встречу, у меня... Я уже сказал спасибо, она все-таки идет о своем говорить. Алло. А на завтра... Да не, мне как на следующей неделе хотелось бы, наверное. Давайте я вам позвоню тогда. Скажите, как вам может связаться с вами по решению? Говорит правильно, но только фраза не уверена. Может связаться, а может не связаться. Надо настойчивый. Конечно, Владимир. Конечно. Все, тогда посмотрите. А на следующей неделе вы не электроники с вами. Хорошо? Да не, наверное, давайте. На следующей неделе я даже не знаю, в какой день. Может, лучше я сам. Здравствуйте, я Владимир Якуб и 9 декабря я приглашаю вас на тренинг, который называется «Дожим клиента 2.0. Продажи в условиях тотальных изменений». Вместе с вами мы будем говорить о новой реальности продаж. О новой реальности, когда возражения уже становятся кризисными, когда клиенты уже говорят другое, когда они могут себе позволить фразу абсолютно правдивой, что мы сейчас не можем работать, потому что у нас нет сотрудников, они уехали или они в мобилизации, или же они на удаленке, ну или же сейчас не время, а потому что сейчас нет денег и нет оборотов. И это тоже может быть объективная реальность. Много объективных фраз, отработок, возражений, которые вы слышите и с которыми вам трудно работать. Трудно работать, потому что это вполне правдиво. Однако клиенту же нужно решать ту или иную задачу. Ему необходимо двигать, развивать свой бизнес. Ему необходимо сломить, сломать свой страх и свой негативный, неположительный настрой. А мы работаем в другом настрое, в другой систематизации и знаем, как работать, жить и добиваться результатов. И с удовольствием я приглашаю вас на этот тренинг. 9 декабря у нас будет сильнейшая прокачка в Москве, в которой мы добьемся максимальных результатов вместе теперь с вашей командой продаж, которая теперь будет точно знать, что говорить, как настраиваться, как есть телефонные переговоры, переговоры по WhatsApp, правильными техниками дожима, самонастроем и самодисциплиной. 9 декабря. Москва. Все самое ценное, все самое интересное в продажах. До встречи. Увидимся совсем скоро. Хочешь сказать, нет, не жди. Нет, вы мне можете позвонить, только я не знаю, когда. А вы сами, меня неуверенного, включите в график. Ага, вот не надо спрашивать клиентов сейчас, надо говорить, я то 27-го вас наберу, и мы с вами все спланируем. Хорошо? Запомни, короткая фраза. Удобно будет 27-го, 28-го? Ой, я даже не знаю, такой день, дни, недели такие забиты, сейчас знаете, вообще, что происходит, вообще, голова не соображает. Теперь я поныл, я хочу поддержки. Ну, вы как хотите, пройти только педиатра, или пройти... А знаете, что я хочу, я хочу... Ой, не говорите, Владимир, да, да. А вы, кстати, хотели педиатра пройти, или... Вот, ну, хотя бы скажите, что такое, психотерапию, включите мне немножко. Я хотел бы, да вообще-то и диспансеризации педиатра, ну, знаете, сейчас, давайте, на следующей неделе будет понятно. Хорошо, давайте тогда свяжемся с вами, мы можем в вечернее время познать, вот так, какой угол возьми. Ага, вот вы их научили, что они сами должны выбирать, мучают меня просто. А у меня опять голмоз загружается, я не знаю, когда мне звонить, и... Ну, давайте... Ладно, давайте лучше я, давайте лучше я. Хорошо, тогда я держался, пошел. Или вы наберете. ВДВ, вау, встреча... Да, вы запутали друг друга, да, уже? ВДВ, встреча, договориться о следующем шаге, сама договариваться, и в WhatsApp что-то отправить. А, кстати, вы можете мне в WhatsApp скинуть, как вот эта диспансеризация все выглядит, чего там включено, там не включено, вот это, на 16 тысяч рублей, у меня двое детей, может... Ну, в общем, я оптовик, мелкий опт, а второму два года. Два года. Ну, давайте я вам тогда на этот номер ваш WhatsApp привязан. Да, да, угу. Видите, смотрите, молодец, соглашается, а нужно самой навязывать пользу. Это ж полезно, да? Визуально посмотрел, все понял, у меня еще больше шансов, что я соглашусь. В WhatsApp можно написать по решению вашего тогда. Ой, это же даже еще удобнее, да. Знаете, я в стоматологию хожу, они мне постоянно в WhatsApp пишут, никто мне не звонит. Знаете, как удобно? И я им тоже в WhatsApp пишу. Знаете, сейчас время, когда все надоели уже звонки эти. Конечно, мы вам в WhatsApp тогда напишем. Нет, это не случай чего. Вы тогда лучше сказали бы мне, что я тогда, я просто слышал, знаете, у одного специалиста, простите, что я вам тут совету даю, слышал, он там продажами занимается, фамилию не помню, Владимир его зовут. Так вот, он говорил, что надо сказать фразу, хорошо, конечно, я вам тогда отправлю сейчас в WhatsApp, вы все обдумайте, а, например, тогда в понедельник, в вторник мы с вами спишемся или созвонимся. Хорошо? Я скажу, хорошо. И вы мне в понедельник после обеда пишете, Владимир, добрый день, хотел уточнить, удалось ли посмотреть, как и по поводу записи на завтра после 15. А я бы вам ответил, да или нет. А если бы не ответил, вы бы мне тогда что сделали? Она в шоке, что происходит. Перезвонил. О, молодец. Все точно, видите, вы соображаете, круто. Спасибо вам за совет, я вам все все отправлю. А вы воспользуете советом? Что еще? Вы советом будете пользоваться или так? Конечно, воспользуйтесь. Конечно, воспользуйтесь. Вот. Знаете, клиент иногда привирает, и вы тоже немножко привираете. Скорее всего, не воспользуйтесь, потому что, ну, во-первых, я быстро говорил, вы, правда, не успели там все зафиксировать. А во-вторых, ну, прям очень редко кто слушает взгляд со стороны стороны клиентов. А клиенты бывают, дают полезные мысли. Мне тоже, кстати. Наехал на девчонку. Это я специально сделал, ну, такую провокацию, чтобы у нее внутри еще включилось больше. Так иногда нужно делать с сотрудниками и с участниками. Алло, алло. Вы тут? Я вас не обидел? Да, конечно. Нет, нет, Владимир, вы, наверное, хотите нас научить, да, все-таки? Да, да, у меня есть курс дожим клиента. Да, я хотела. Да, да, я хотел бы, чтобы вы об этом рассказали, я делаю продаж. Давайте вы мне скидывайте про дискаризацию, и я вам продажим клиента, хорошо? Да, да, да. Ага, хорошо. Там сайт якуба.онлайн. Можете сейчас, вы с компьютером перед глазами, кстати? Что еще раз? Компьютер у вас перед глазами? Видите, и я теперь не останавливаюсь. Да. Нет, она расстроилась, да? А введите, пожалуйста, якуба.онлайн. Введите, зайдите, сейчас посмотрите. Очень круто там. Шесть модулей. Да, вот, теперь она сливается. Вы тогда посмотрите, а я вам тогда в WhatsApp отправлю, и позднее с вами все хорошо? Вот как надо. Хорошо. Да, но у меня еще несколько вопросов. Если хотите нам отправить какие-то предложения, вы лучше на почту отправьте. В WhatsApp у нас дойдет, наберем. А на почту с точкой центра, с собакой Яндекс.Ру, вы можете отправить. Сливает меня как, да, технично? Руководство нашему своей. А у вас там женщина-руководитель, да, по-моему? Светлана Николаевна. Да, все, нет. А ее как зовут имя, чтобы правильно имя написать? Светлана Николаевна. А, Светлана Николаевна, точно, точно, да, да. Коллеги, это так, не отправляйте спам, надо обязательно узнавать имя. Я до Светланы Николаевны отправлю, но и в WhatsApp вы мне напишите, я тогда ответом продублирую. Возможно, Светлане Николаевне удобнее будет в WhatsApp посмотреть. Очень крутая система просто, мы в Ростове внедряли так же. Хорошо, спасибо, я сейчас вам все напишу в WhatsApp. Угу, хорошо, все, договориться, да. Тогда до звонка, раз знакомства, ну давайте будем обоюдно работать. Но вы начнете с нами работать первыми. Угу, хорошо. По-вашему углу, я чувствую, как вы полны желания дожимать клиентов системно. Ну ладно, я обшу тебя. Да, просто на утолине у нас для записи на прием, давайте тогда. Да, 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 что вы, что вы, я понял, конечно, конечно, вы же нас сильно ругаете. Чтобы мы с пациентом могли записаться. Всего доброго. Спасибо, хорошего вам дня, вы хороший переговорщик. Поаплодируйте, в общем, девушки и Светлане Николаевне. Это же вы, да, правильно? Да, да. Коллеги, я часто говорю вот эту фразу, у вас там женщина, по-моему, или говорю, у вас там мужчина, по-моему, или говорю, у вас там женщина, по-моему, у нас мужчина. Ой, мужчина, его как зовут? Якуба на ютубе, Якуба на ютубе.